На очередной 32-й сессии Совета народных депутатов присутствовали министр труда и социального развития Республики Адыгея Альберт Османов, председатель Комитета Республики Адыгея по взаимодействию с органами местного самоуправления Руслан Кидокоев, глава муниципального образования Кашхабльский район Заур Хамирзов, прокурор района Евгений Зиновчик, начальник межмуниципального отдела МВД России Кашхабльский Анзаур Гишев, депутаты Госсовета ХАС Республики Адыгея, главы, заместители глав сельских поселений, начальники управления, заведующие отделами администрации района. На сессии был рассмотрен один главный вопрос – отчет главы района о деятельности администрации за 2015 год. В истекшем году приоритетные направления работы администрации района определялись в соответствии с задачами, поставленными руководством Республики Адыгея, федеральными, региональными и муниципальными программами развития стратегии социально-экономического развития Кашхабльского района. Ушедший год для района в целом был сложным, однако, как и предыдущие годы, мы старались работать эффективно, системно, активно взаимодействуя с депутатским корпусом, администрациями сельских поселений, руководителями международного и социального комплекса, бизнес-сообществом, а также правительством и органами исполнительной власти Республики Адыгея. Власть открыто выстраивала отношения с различными слоями общества, приятелями, бизнесом, общественными организациями и социальными группами населения. Мы вели прямой разговор с людьми. Так, в минувшем году в адрес главы поступило 985 обращений. Была оказана материальная помощь 350 нуждающимся жителям района на сумму 990 тысяч рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 617 тысяч рублей. Именно с целью тесной работы с различными социальными группами населения был создан отдел по социальным вопросам, который занимается решением актуальных проблем. Известно, что порядок в управлении – залог успеха. Наша задача – повысить удобство и комфорт граждан. Традиционно, в конце 2015 года, во всех сельских поселениях прошли сходы граждан при участии главы района, а также органов прокуратуры, МВД, Комитета по местному самоправлению Республики Адыгея. Активные жители, неравнодушные общественники и молодежь становятся участниками живого разговора о насущных проблемах района. Самое ценное в этом, что в прямом и открытом разговоре можно взаимно понять суть проблем и действительно повлиять на ситуацию и изменить ее в лучшую сторону. Нельзя не отметить главное событие 2015 года – это 70-летие победы в Великой Отечественной войне. Органами местного самоуправления Кашкабальского района все запланированные памятные мероприятия были проведены на должном уровне. Каждому ветерану была оказана адресная материальная помощь. Мы все должны помнить, какой ценой далась нам эта победа и делать все возможное, чтобы им жилось комфортно в непростых условиях настоящего времени. В целях улучшения демографической ситуации одним из социально значимых направлений развития района является обеспечение многодетных семей земельными участками на бесплатной основе. По состоянию на 1 января 2016 года на учете состоит 117 семей, что составляет 23,5% от проживающих в районе 498 многодетных семей. Из общего числа 76 семей получили земельные участки для жилищного строительства. Далее Заур Хамирцев подробно рассказал об исполнении бюджета района за 2015 год. Формирование бюджета муниципального образования Кашкабальского района – наиболее важный и сложный вопрос в рамках реализации полномочий и является главным финансовым инструментом для достижения стабильности социально-экономического развития района и показателей эффективности. Бюджетная политика в 2015 году в сфере расходной части была направлена на решение социальных и экономических задач на обеспечение эффективности и результативности бюджетных расходов. Прежде всего, финансирование было направлено на решение основных вопросов жилья обеспечения бюджетной сети. За прошлый год в консолидированном бюджетном муниципальном образовании Кашкабальский район поступило налоговых и неналоговых доходов 130 147 000 рублей. Уровень исполнения прогнозных плановых назначений составил 100,8%. В том числе в районный бюджет поступило 93 252 000 рублей, что составляет 100,3% от плана. Бюджеты сельских поселений – 36 894 000 рублей или 102,2% от уровня плановых показателей. В 2015 году руководством района продолжены меры по исполнению указов президента Российской Федерации, касающихся увеличения заработной платы педагогических работников в общеобразовательных, дошкольно-образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования и работников культуры. На эти цели руководством района направлены дополнительные финансовые средства из местного бюджета в объеме 7,3 миллиона рублей именно на осуществление выплат стимулирующего характера. В результате, по предварительным итогам за 2015 год, фактически уровень средней заработной платы в вышеназванных категориях работников составил по Кашкабурскому району следующие показатели. Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных учреждений составила 16 774 рубля 84 копейки, при плане 16 774 рубля, исполнение составило 100%. Средняя заработная плата педагогических работников в общеобразовательных учреждениях составила 19 389 рубля 55 копеек, при плане 19 289 рублей, исполнение составило 100,5%. Средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования подведомственных Министерств образования и наук Республики АДГЕ составила 17 742 рубля 28 копеек, при плановом показателе 17 742 рубля, исполнение составило 100%. Средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования подведомственных Министерств культуры Республики АДГЕ, детские школы искусств составила 17 907 рублей 35 копеек, при плановом показателе 17 179 рублей 90 копеек, исполнение достигло 104,2%. Средняя заработная плата работников учреждений культуры составила 14 461 рубля 48 копеек, при плановом показателе 14 173 рубля 80 копеек, исполнение составило 102%. Основные усилия администрации района в 2015 году в сфере экономического развития были направлены на развитие промышленности района, привлечение инвестиций, развитие малого и среднего предпринимательства, рост объемов жилищного строительства, привлечение дополнительных финансовых ресурсов в район, повышение эффективности расходования бюджетных средств, укрепение материально-технической базы организации образования и культуры. Несмотря на сложную ситуацию в экономической жизни, удалось сохранить социально-экономическую стабильность в районе. Промышленность Кашхабрского района охватывает четыре основных крупных предприятия, которые обеспечивают налоговые поступления в бюджеты всех уровней. Основная выпускаемая продукция на территории нашего района – это растительное масло в ассортименте ООО «Мамрука», нерудные стройматериалы – ЗАО «Кашхабрский КНМ» и ООО «АДГ и Неруд», а также природный газ – ООО «Южгазэнерджи». В сфере экономики, несмотря на спад промышленности, удалось избежать кризисных явлений. В целом, по Кашхабрскому району объем отгруженной товарной продукции, работ, услуг собственного производства по полному кругу предприятий за 2015 год составил 1,799,000,000 рублей, при прогнозном показателе – 2,98,000,000 рублей. Исполнение прогнозных показателей составило 85,85%. Темп роста к уровню аналогичного периода прошлого года составляет 98,5%. На работе крупных предприятий района отразила сложная экономическая ситуация, которая сложилась в стране в 2015 году и затронула все основные отрасли экономики, начиная от производства и заканчивая банковским сектором. В этой связи, в зоне особого внимания в 2015 году была ситуация на продовольственном рынке. Ни для кого не секрет, что новые экономические условия каждый ощутил на себе. Для сохранения стабильности в районе администрация взяла под особый контроль стоимость социально значимых товаров. В 2015 году администрация района начала практику ежедневного мониторинга цен. Регулярно проводилась разъяснительная работа с руководителями предприятий торговли. Мероприятие по обеспечению устойчивого функционирования экономики должно быть направлено на создание условий для привлечения инвестиций и поддержки малого бизнеса. Мы ожидаем конкретных результатов от финансовых вложений в данный сектор экономики в виде новых рабочих мест и дополнительных налоговых поступлений. Господдержка государства не должна сводиться к формальной раздаче денежных средств, а призвана стать рычагом дальнейшего развития и укрепления молодого бизнеса общества и создания новых прогрессивных производств. Предприятия сферы малого бизнеса должны активнее участвовать в экономической жизни района и выходить на передовые позиции производственных отраслей. Мы думаем, что такая задача по силам нашим предпринимателям. Что касается инвестиций, глава района отметил. Вопросы улучшения инвестиционного климата сегодня определены руководством Республики Адыге как приоритетные в развитии каждого муниципального образования. Инвестиционные вложения на территорию муниципального образования Кашкапурский район осуществляются по нескольким направлениям. Инвестиции крупных и средних предприятий, реализация государственных и муниципальных программ, строительство важных социальных объектов, реализация инвестиционных проектов. По состоянию на 1 января 2016 года объем инвестиционных вложений в экономику района составил 128 млн. рублей по крупным и средним предприятиям района. Основной объем капитальных вложений приходится на долю ООО «Мамрука» 83,8 млн. рублей, которая в истекшем году продолжила работу по реализации проекта по строительству элеватора и хранению зерновых, общая стоимость которых составила 450 млн. рублей. Также предприятиям ведется строительство отгрузочного терминала в станице Гендуковской. Стоимость проекта составляет 300 млн. рублей. Условия кризиса. Наши предприниматели должны более активно развивать инвестиционную составляющую своего бизнеса. Об этом неоднократно вела встреча на многочисленных встречах с активом предпринимателей района. Необходимо более активно подстраиваться на меняющиеся условия ведения бизнеса, внедрять инновационные и энергосберегающие технологии. В 2015 году были сформированы две инвестиционные площадки для включения в перечень инвестиционных проектов для представления на Международном экономическом форуме «Кубань-2015», а именно строительство тепличного комплекса в Аоле Ходз и создание индустриального парка аграрной направленности в Митровском сельском поселении. В целях освоения бюджетных инвестиций по программе устойчивого развития сельских территорий подготовлены проекты распределительных газопроводов низкого давления. Распределительный газопровод низкого давления в хуторе «Шелковников». Газопровод был введен в эксплуатацию в декабре 2015 года. Распределительный газопровод низкого давления в хуторе «Новоалексеевский». Продолжается строительство переходящего объекта водоснабжения «Ваулихоц». На начало 2016 года уровень газификации в районе достиг 97%. С помощью правительства Республики Адыгея удалось принять участие в программе модернизации дошкольных образовательных учреждений. Это дом номер 12 и дом номер 13. Проведены работы по реконструкции и капремонту зданий на общую сумму 7 242 000 рублей. Эти меры позволили сформировать дополнительную группу в количестве 85 мест. Сельскохозяйственное производство – важная отрасль экономики района, в которой занято 2800 человек. В районе активно развивается растеневодство и животноводство. Наш район – один из самых развитых сельскохозяйственных районов Республики Адыгея, который традиционно отличается стабильно высокими результатами в сфере возделывания башней и производства сельскохозяйственных культур. В 2015 году было убрано озимых и зимующих культур на площади 17 899 гектаров. Анализ структуры производства животноводческой продукции показывает, что на долю личных подсобных и крестьянско-фермерских хозяйств в последние годы приходится значительный объем производства. Кашкабльский район является ведущим производством животноводческой продукции в Республике Адыгея. Во всех хозяйствах района на 1 ноября 2015 года содержится 9291 голов крупного рогатого скота, в том числе коров 4981 голов, 19 977 голов овец, 1873 свинопоголовье и 325,5 тысяч голов птицы на мясо. Ведущую роль в животноводстве играет крупно-рогатый скот. Основное поголовье содержится в личных подсобных хозяйствах и КФХ. Переработка молока и продажа продуктов молочного производства происходит на рынках Республики и соседних районов Краснодарского края. Немаловажную роль в районе занимает овцеводство, дающее ценное сырье – это мясо и исходные продукты потребления. В процентном отношении в районе содержится около 42% всего поголовья овец Республики. Овцеводство – это наиболее перспективная отрасль животноводства. Наибольшее развитие это направление получило в Чепсинском, Ходзинском, Кашкабльском сельских поселениях. Жилищно-коммунальный комплекс Кашкабльского района занимает важные места в вопросах жизнедеятельности района. На территории Кашкабльского района осуществляют деятельность 5 организаций жилищно-коммунального комплекса различной формы собственности. По состоянию на 1 января 2016 года Жилищный фонд Кашкабльского района составил 652 тысячи квадратных метров. Обеспеченность населения жилыми помещениями – 21,76 квадратных метров на одного жителя, при численности населения – 29 тысяч 980 человек. В рамках программы обеспечения жильем молодых семей, в рамках целевой программы жилища, в 2015 году четыре молодых семьи смогли улучшить свои жилищные условия. Ими приобретено жилье общей площадью 409 квадратных метров. Размер социального выплата составил 3,4 миллиона рублей. В ходе исполнения мероприятий Федеральной целевой программы устойчивого развития сельских территорий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, три молодые семьи получили субсидии и приобрели жилье общей площадью 238 квадратных метров. Сумма субсидий составила 2,9 миллиона рублей. В цели выполнения государственных обязательств по обеспечению жильем категории граждан, установленных федеральным законодательством, в 2015 году улучшились жилищные условия. По федеральной целевой программе жилища, жилищный сертификат получил один ликвидатор ЧАЭС, сумма данного сертификата составила 1,5 миллиона рублей. Единовременные денежные выплаты на приобретение жилого помещения были предоставлены 9 ветеранам Великой Отечественной войны, общая сумма которых составила 8,1 миллиона рублей. Для 9 детей-сирот приобретено жилье общей площадью 378 квадратных метров на сумму 6,488,000 рублей. За истекший год построено 11 объектов капитального строительства коммерческого направления, а также 21 индивидуальных жилых домов, общей суммальной площадью 235 квадратных метров. Наиболее важный приоритет работы администрации – это система образования. Качество образовательного процесса в Кашкавринском районе должно быть на постоянном контроле управления образованием, чтобы в перспективе наши выпускники имели лучшие показатели в Республике Адгире. От уровня знаний, которые дают наши школы, напрямую зависит возможность получить качественное профессиональное образование и конкурентность подрастающего поколения района. Наши учителя должны быть заинтересованы в том, чтобы повышать свой профессиональный уровень, овладевать навыками программного и компьютерного обучения и выходить на новый качественный уровень преподавания. Во всех общеобразовательных и дошкольных учреждениях муниципального образования Кашкавринский район организовано горячее питание. Детям без категории малообеспеченных, многодетных, детям-сиротам и оставшимся без подключения родителей в 2015 году было выделено 1 млн 984 тыс. рублей из средств муниципального бюджета на организацию горячее питание, чего не делалось в предыдущие годы. В завершении своего доклада глава района сказал. Уважаемые депутаты, приглашенные, в сентябре 2016 года состоится главное политическое событие этого года, выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации, а также депутатов Государственного Совета ХАС и Республики Адыгея. Это очень ответственный момент для всех нас. Очень важно сделать всем нам правильный и достойный выбор ради одной цели – процветания и благополучия Российской Федерации, Республики Адыгея и нашего Кашхабрского района. Подводя итоги года, хочу отметить, что во власти очень легко работать в условиях бурного роста экономики и доходов бюджета, и гораздо сложнее работать в ситуации, когда мы находимся в кризисном периоде, когда приходится принимать непростые и не всегда популярные решения. В конечном итоге, я уверен, что Кашхабрский район преодолеет все трудности, но для этого нам нужно многое активно работать, что мы с вами и будем делать. Затем присутствующие приступили к обсуждению доклада главы района. Слово взял депутат Совета народных депутатов Кашхабрского района Беслан Ужев. Я считаю, что сегодня принимаем внимание ту работу, проделанную за 2015 год, и те проблемы, которые обозначены главой администрации. Работа, проведенная администрацией, юридичная глава администрации, она наяву и должна заслуживать дошкольного уважения. Сегодня мы сталкиваемся, к сожалению, с теми проблемами, и общероссийская ситуация не может обойти стороной Кашхабрский район. Мы видим, к сожалению, спад экономики. Я хочу сказать, что действительно работа администрации проводится на должном уровне. Есть, конечно, недоработки, и самые основные оппоненты администрации – это те проблемы, которые у них разрешены. Но я думаю, желание есть, команда сформирована. В целом, считаю, что работа администрации проведена достойной. Предлагаю признать работу администрации, глава администрации, дает творительной. В ходе сессии были заданы вопросы, на которые получены исчерпывающие ответы главы района.